Добрый день! Сегодня 8 декабря 2019 года, уже почти вечер. Но я вам вчера в нашем стриме обещала рассказать о перчаточках. Я случайно на них набрела вот такая вот коробка, лапка. И написано, что это для ногтей и для рук вот такая масочка. Выглядит она, масочка, точно так же почти, как и упаковка. Вы ее вот здесь вскрываете. Я сейчас не вскрываю, потому как это будет вечером. А у меня есть вчерашние. Вот такие вот там перчаточки две. Они запаяны. Они вот так, одна к другой припаяны. Вы их разрываете и надеваете на руку. Перчатка внутри пропитана составом. Маска для ваших рук и для ногтей. И я вот так надеваю. И маска уже на лице лежит. Я пошла ложиться на диванчик, смотреть какой-нибудь фильм или слушать книгу в это время, чтобы руки у меня просто так же, как и лицо, 20 минут, 25, наполнялись каким-то питанием, которое они здесь положили. Я вечером их открываю и утром еще раз делаю такую же масочку. Уже просто накладываю крем. Вот оно даже все равно вот сейчас повлажнело, там осталось. Потому что это не просто вот такой вот полиэтиленовый, сапожок, хотела сказать, рукавчик, перчаточка. Там еще внутри есть вот такая вот прокладочка внутри. Она и пропитана вот этой масочкой. И там оно все за раз не ушло. И я так считаю, что за ночь, там за 7-8 часов оно все это не испортится. Еще и утром я накладываю еще раз маску на руки. И туда же на второй раз. Пока я экономила, потому что еще не заказала второй набор. Хотя теперь уже убедилась, что они работают. И надо найти на просторах интернета и заказать. Потому что надеяться, что еще где-то случайно могу на них набрести, я сомневаюсь. Поэтому найду, закажу и может быть здесь поставлю ссылочку в описании. Вы где найдете, тоже пишите. Очень рекомендую. Особенно тем, кто в перчатках не любит работать. У нас весь этот разговор и начался. Из-за того, что я делаю все без перчаток. И не только тесто, но и прочие-прочие работы. Сегодняшнее приобретение вот такое раз замечательное. Нужно покупать все к Новому году. А я купила к осенним нашим праздникам декорацию. Вот такая вот корзина. Шикарная корзина. С цветочками, ягодками, шишечками. Причем шишечки эти у нас желуди любимые. Любимые, с которыми я убиваюсь каждые два дня. А этот наборчик стоил 20 долларов. Без одной копейки в период праздников осенних. А сегодня я зашла в магазин. Я пакет их принесла. Может, вы зайдете на сайт. Он называется All Time Pottery. Yes, All Time Pottery. И вот их сайт такой же. Так, AllTimePottery.com Я была в этом магазине всего единственный раз. Мы с Женей туда ходили, когда переехали в этот дом. Ему нужно было купить графины под холодный чай. Они из графинов подают. У нас такого не было. Теперь их несколько штук. А тогда мы вот именно в этот магазин ходили, там покупали. И я зачем-то зашла. Я после массажа возвращалась. Он прямо рядышком. Обычно после массажа сразу домой, чтобы не остудиться. А сегодня тепло. И я решила зайти в этот магазин. И вот захожу. А на всю продукцию, на всю декорейшн, которая была к осени, 90% офф. То есть, вот такую шикарную корзину я купила за 2 доллара. То есть, я почему вам сказала сайт, может быть, вы сразу же сегодня пойдете и найдете там тоже что-то вот за минусом 40, 90%. Я вообще не помню такой распродажи. Вот этот вот второй. Тоже он вот из таких же щипочек, веточек собран. Вот такой кувшин. Осенняя декорация. Цветочки я эти разберу. Следующей осенью побольше. И у меня будет вот такое чудо стоять. Где-нибудь украшать мой дом. И он тоже стоил 19, то есть, тоже за 2 доллара я его купила. Кроме того, купила еще вот такую ветку. На ветку мы сейчас посмотрим. Где мои очки? На ветку мы сейчас посмотрим. Ветка стоила 15 долларов. Вот такая, раз замечательная. Я ее тоже распотрошу. Она у меня будет вот такая, раз хорошая, раз хорошая стоять. Где-нибудь в доме. То есть, за полтора, за портала, за полтора доллара мне ее сегодня продали. И были очень счастливы, что избавились от ненужного хлама в магазине. И еще одну веточку. Я не удержалась и купила. Вот еще вот такую веточку купила. Почему она осенняя, я не знаю. Мне она больше напоминает нашу вербочку, чем какой-то осенняя. Стоило это удовольствие 5 долларов. Соответственно, за 50 центов я купила. Потому что у меня цветочки были весенние, такие типа яблочных. А я когда украшала корзинку женщине на кладбище, я же каждый месяц сюда езжу, и некоторые цветочки решила выкинуть, а на место их других поставить. Я эти цветочки порезала и туда навтыкала, где я захотела, чтобы оно было сделано. И у меня вазочка одна стоит почти пустая. Я вот эту ветку туда же добавлю, она у меня там круглый год будет стоять за 50 центов. Я не буду ждать следующих никаких покупок, потому что я хочу, чтобы вы успели что-то купить. Вдруг оно там есть, или вдруг в вашем городке есть такой же магазин, потому как 90% офф на декорацию. Это шикарный дел. Я даже не помню, когда я так дешево покупала. Вот не стала жадничать, купила только 4 наименования, потому что для осени у меня какие-то украшения есть. И я не хочу скупать много за один раз, потому что хочу каждый год по чуточку добавлять. Но зато я теперь знаю, что в этот магазин стоит идти после праздника и вот такие распрекрасные чудо приобрести. А с вами была Галина Смей. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока. Пока-пока.